Инспектор ГИБДД останавливает грузовую машину. За рулем Евгений Лепский возвращается на склад после доставки автозапчастей. Все документы и само транспортное средство в порядке. Не в последнюю очередь, потому что и сам Евгений, и руководство фирмы, где он работает, к своим обязанностям относятся ответственно. Сколько бывает аварий? Просто тормоза отказали или еще что-то? Нет, это все обязательно надо делать. Медосмотр, техническое состояние автомобиля, техосмотр автомобиля, все это обязательно надо делать. Сергей Коршунов согласен со своим коллегой. Мужчина работает водителем более 40 лет. Сейчас ездит за рулем пассажирского мини-автобуса, поэтому соблюдает все предрейсовые процедуры. Я застал еще советские времена, когда движение на дорогах было очень маленькое, ненапряженное. А сейчас, посмотрите, грузопоток очень напряженный, приходится постоянно работать глазами. Нервы, нервы, нервы. Поэтому здоровье очень важно. Инспекторы ГИБДД проводят профилактический рейд по большегрузным машинам. У водителей проверяют наличие документов, медицинское разрешение, технические документы, сведения тахографов, где содержится информация о соблюдении режима труда отдыха. Все это для того, чтобы аварий на дорогах по вине тяжелых машин стало меньше. Если есть нарушения, то выписывают штрафы. При остановке, даже если никаких правонарушений не выявлено, мы все равно проводим профилактические беседы с водителями. Профилактика проводится у нас ежедневно. И также устраиваются периодически рейды. Именно по выявлению административных правонарушений непосредственно водителями грузовых транспортных средств. Всего в этом году проверили более 3000 грузовых машин, которые выполняют коммерческую перевозку грузов. Выявлено 8 автомобилей с незаконными изменениями в конструкции, 25 фактов нелегальной предпринимательской деятельности. К административной ответственности привлекли и 192 должностных, и 24 юридических лица. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.